Наши общественные правительства с подругами, в принципе, противоположные, да? Люди, наоборот, идут кушать в ресторанах, в публичных местах, а нормальные люди, все-таки, кто-то читает свои интимные дела, уторяя от всех остальных. Да вы представьте себе, если кто-то из одной социальной группы придет в другую и начнет говорить, что вы делаете неправильно, а вы делаете так. Они поймут это? Нет. И не потому, что они плохие, кто-то один плохой или другой, совершенно развитие социума. Для того, чтобы понять, нужно объяснить, что к чему, почему это плохо, почему хорошо и так далее. Это утренен, так говорят, но тем не менее, это действительно... Ценности нет. Конечно. То есть каждый человек должен понимать. И понимаете, самое интересное, что нам пытаются вбивать голову, что один человек ничего не значит, да? То мы просто винтики. И многие люди, к сожалению, с этим соглашаются. А зачем мне головная боль? Зачем мне успокоиться? Зачем мне волноваться? Понимаете, вот мне больше всего поразилась философия, когда я был первый раз в Германии в 90-м году. Я там с немцем беседовал, конечно, с переводчиками. Вот. И что было интересно? Я просто спрашивал вопросы такого интересного плана, пока именно социальной психологии. Извините, это ужас. Я придумал просто пример. Мы как-то говорили о рыбалке. Он говорит, вы знаете, у нас, чтобы стать рыбаком, нужно быть членом клуба рыбаков. И сдать тест, и ответить на 100 вопросов, после чего-то книжечку, ты рыбак, имеешь право рыбачить. Ну, я думаю, разумно, да? И, может, сейчас изменилось, но 15 лет назад, а не больше уже, было так. И вот, говорит, хорошо. А что там было? Вот, вот, к примеру, по нашим правилам, мы поймали рыбку, вытащили рыбку. Вот у меня есть специальная палочка такая, с шариком стоим, да, долбашниками. Вот я взял эту палочку и убить рыбку, чтобы рыбка не мучилась. Хорошо? Ну, замечательно. Кто-то против? Можно сказать? Нет. А я говорю, хорошо. А я там, вот, такой простой вопрос. Вот сидят два человека рыбачат. Вот сосед достал рыбку, вытащил. Ну, и забыл, или там, не захотел. Ну, рыбка лежит там, рыбка, мучается, мучается. Какие ваши действия? Мои действия следующие. Я иду до ближайшего телефона, может, два-три километра, не знаю. Звоню по телефону в полицию и говорю, что Феня, семья, сейчас она рядом на рыбалку, вытащил рыбку и мучает. Полиция приедет и выпишет ему штраф. А она, пока полиция приедет, пока она доедет, пока она выпишет штраф. Выпишет штраф. Что? А толку этого рыбка-то сдохнет в мучении? Какая разница? Какая разница? Черт, у нас все ночи. 50 с лишним человек сообщило в полицию. О том, что машину с каким-то номером записали. Проехала в такое-то время на красный свет. Потому что каждый из них получает за это приз. Неплохо? Вы знаете, вот все это вместе у меня вызывает, в принципе, смех. Это, с одной стороны, смех. Но я бы сказал, что смех сквозь слезы. Потому что вот такой специальный подход, я считаю, это убой. Они превратили людей в простых роботов. Не думающих, не мыслящих, не имеющих чувств. Но, вы знаете, самое страшное. Если бы это была твоя дочь, ты тоже тогда звонила мне бежала звонить в полицию? Или жена твоя? Знаете, интересно, почему-то в любом случае, почему-то не вмешались бы. Интересно, похоже? Вот, к чему я хочу сказать. Понимаете, вот такие моменты. Я просто приведу пример, что, да, действительно, допустим, если молодое поколение, вот это вот между 14, ну, даже сейчас 12 до 20 лет, действительно оно бесится по определенным причинам. К примеру, в медицине, когда, знаете, когда ребенок заболевал оспой, когда было такое дело, как хорошо, что он болел оспой, потому что это тоже социальные клонки. Когда человек заболевал оспой, раньше его просто ребенок руки связывали. Знаете, да? Чтобы он раскрощился, чтобы ребенок не чесал. Правильно? И насилие применяют, то есть ребенка связывали руки, чтобы он не мог повредить всех, потому что осва пройдет, а если он расчешет, то будут ямки, которые уродуют лицо, а это особенно девочек. Правильно? Естественно, когда руки связаны, ребенок проклинает всех направо-налево, потому что ему чешется, ему хочется почесать. Вопрос, стоит ли в таком случае ребенку развязать руки? Как вы думаете? Думаю, нет. Хотя в тот момент это явно насилие над личностью. А вот скажите, а где граница между благом, над личностью и так далее? То есть, если понимать, то, естественно, можно найти границу. Дело в том, что не то, что дети нужно избивать, но тем не менее, нужно жестко дисциплина, водить с самого начала. И, допустим, в то время, когда дети проходят через эту революционную джунгли, допустим, стараться их загрузить мозг в колледж, чтобы они максимально загружены по впитыванию знаний, потому что они тратят на это энергетику, и у них уже мало что остается на другое. И тогда это время не проходит с минимальными последствиями. И не помогать тому, чтобы разрушать. То есть, нужно, в принципе, каким-то образом запрещать такие же музыки, которые разрушают. Понимаете, почему-то есть такое понятие, вот я помню, был такой эксперимент проводился на крысах, не более, когда крыси в центре удовольствия вживляли электроны, и вводили электрон на кнопочку. И нажимали кнопочку для крысы, и она получала удовольствие. Что вы думаете? Когда крыса поняла, что нажатие этой кнопки, они же очень сопротивленные существа, она нажимала кнопочку для того, пока не откинула копыта. Так вот, понимаете, то же самое здесь. Нельзя такого допускать, нужно позволять... И, во-первых, вы знаете, что если детьми начинать с самого начала правильную подготовку, вот так, что наши предки делали, совершенно по-другому подходили. И мы пытаемся дать понимание ответственности за каждое поступление, которое они делают, дети даже. И если вот так вот с того детства детям, это вот воспитание, понимание, осмысление, анализы каждого действия, то дети растут совершенно другим образом. Вот насчет теперь, насчет прививок. Кстати, опять-таки, экология человека. Мало кто знает факт, что, допустим, вы знаете, когда были прививки, были сделаны, были прививки сделаны после осмы, против осмы первого. Знаете, да? И это считается одним из величайших достижений медицины того времени, да? А вы знаете, что реальная статистика, что после того, как стали прививать ослабленную оспу всем людям, число умерших от оспы возросло, чем до того, как эти прививки делались вообще. Любопытно получается, да? Польза, казалось бы, да? Мы заразим всех, кто выживет, уже болеть не будет. Слабые инфекции. А те, кто не выживет, ну, Бог с ними, да? А ведь, в принципе, прививки в большинстве случаев своих отрицательны. И опять-таки, вы знаете, что по закону для ребят, детей, не обязательно делать прививки. То есть, нет закона, заставляющего детям делать прививки. То есть, закон на уровне государства, то есть, никто не имеет права требовать от родителей. Но и медики, почему-то, это документ. Есть такой документ в Министерстве здравоохранения, который говорит, что нет, это добровольное дело. То есть, хотите делать, и хотите нет. А многие даже не знают, что будет правовольное. Правильно? И никто не имеет права требовать, чтобы дети делали прививки. Почему? Можно согласие родительству. Не только согласие, добровольное должно быть. Да. Понимаете? Потому что, во-первых, или даже любая прививка, опять-таки, экология человека, экология... Дело в том, что экология человека и экология, так сказать, социума, допустим, опять-таки, здоровья, зависит от этой моносистемы человека. Понимаете? Да, действительно, хорошо, что человек защищен. А вопрос, какая цена этой защиты? Ведь любая, даже ослабленная инфекция, она является инфекцией. И если, особенно сейчас, когда иммунную систему вообще... Сейчас дети рождаются, уже имеют вообще очень слабую иммунную систему, благодаря всем фактам, которые мы говорили. И если таким детям давать еще ослабленную инфекцию, то даже если он переживет через это, то, в результате этого, возникнет того, что его иммунная система будет слабее, чем он от того. Значит, он, может быть, не заболеет от этой болезни, но делать его слабее, для того, чтобы возобновать другую болезнь. Нужно это делать? Да, вот когда идет... К примеру, вот смотрите, я приведу вам любопытный пример. Сейчас идет крип по поводу птичьего гриппа, да? Шум несуразный, да? Кричат, что это... Бедных курей жигают там миллионами, да? Кричат, что это опасность сумасшедшая. Скажите, сколько уже существует кричат в этом гриппе? Несколько лет уже, да? Три года почти, да, кажется? Три года или два. Ну, не важно, два или три года. Сколько человек умерло от птичьего гриппа, знаете? 160. 160 человек умерло за два или три года, не важно. Два или три года, не так уж. Отец, скажите, а вы знаете, сколько человек умирает от обычного гриппа каждый год, который не птичий грипп? Один миллион в год. Один миллион человек в год умирает от обычного гриппа. каждый год и никто, извините, за ухом не чешет по этому поводу а птичий грипп 160 за 3 года умерло а кричат это панику создают везде и так далее молнии больше убивают? молнии, наверное, больше убивают наверное, да интересно, да? видите, кому-то выгодно создавать панику кому-то выгодно держать людей в таком состоянии любопытно? миллион человек гриппа умирают в год это нормально а вот если птичий грипп а разновидность гриппа тоже это уже серьезная татастрофа это уже опасность несуразная любопытно? да если так подойти и посмотреть то подход к другим проблемам то же самое распространяет вещи которые специально фальшируют по экологии потихонечку начнем переходить к экологии планетарного штаба можно сказать, что существует видеофильм который называется о вреде прививок продолжительность 2 часа а желающие могут обратиться могут дать вот так что кто хочет вот из фильма о вреде прививок а там все расслабляется 2 часа продолжительность понимаете вот вам пример как экология социума и экология человека видите социум человек все равно не разделен но опять-таки социум по каким-то причинам навязывает или социуму навязывают то есть нам с вами навязывают вопрос кто навязывает зачем зачем нам навязывают то что угробило другие страны мира почему нам навязывают то что уже привело к вырождению и умиранию Европы то что привело к катастрофе Америку уже за 200 лет они себя изжили полностью после государства так и кричат что они праве решать и так далее и так далее навязывают нам метод демократии и так далее и так далее а насчет демократии кстати я вам скажу пример который наверное мало кто знает все кричат того что допустим во время войны Сталин сделал с крымскими катастрофами и с чеченцами знаете да а знаете ли тот факт что сделали американцы при начале войны с Японией знаете нет правильно все до одного японца американцы японского происхождения то есть 250 тысяч на тот момент были помещены в консолагеря у них отняли все и вся бросили вот как они есть консолагеря и ни один из них ничего не сделал против страны они же в стране как жители а в Ниване там тепло не в Ниване а какая разница в Ниване не тепло там температура 100 с лишним градусов Цельси Фаренгайд это 50-60 градусов извините тепло ага вы поезжаете сначала в Нивану потом узнаете чтобы тепло не вали вот 250 тысяч были брошены в концлагеря и кто выжил потом после они были отпущены ни одного из них тех кто был отпущен не было не возвращено ни того что было отнято а многие из них были до 8-го состояния не люди то есть ограбили и выбросили после концлагеря вот так в жизни и эти люди считают что неправиль решать говорить о демократии страны дальше другой прибитый пример который тоже мало кто знает к примеру вы знаете что в США допустим американские индейцы были все знают до момента открытия Холомбук там было 2200 племен и народов которых по населению примерно было 20 миллионов человек примерно столько что их жило в то время в Европе на 97-й год и не статистика есть потому что книга не упадалась на 97-й год во всех на территории США оставалось американских индейцев 800 тысяч человек и только всего 500 племен и народов они представляли то есть 1700 племен и народов вырезали полностью уже без следа из этих 500 племен которые остались из которых в общей сумме населения было 800 тысяч на несколько племен имели по нескольких человек то есть тоже и могу сказать следующее что до сих пор американцы американские индейцы живут в самых худших землях Америки то есть если в Калифорнии поедете там где начинаются горы где камень на камне приходилось через эрвации приезжать вот там американские индейцы живут это на своей собственной земле и если что-то на этот интерес них опять загоняют дальше в пустыни горы каменистые полпустыни и это называется демократией да и это метод и такую демократию нам пытаются навязать образец и подражание неплохо вот просто говорю что видите как социальные экологии вот это тоже относится к социальной экологии вот а мы как лопухи извините я считаю что мне повезло что мне удалось прожить 15 лет и не правдой политики